так ребят всем привет сегодня хочу показать как работать с ландшафтом как выравнивать поднимать опускать сглаживать буду это делать на карте село ягодное давайте начнем заходим сюда вот планировка ландшафта но для начала хочу сказать что лучше выключить автосохранение отключить его потому что если вы вдруг что-то не так сделали на у вас прошло потом автосохранение то можете просто не исправить да или для вас это будет сложно лучше автосохранение выключить и перед тем как что-то делать сохранится только потом уже делать чтобы вы могли потом свое сохранение а назад откатить если что если у вас вдруг что-то сильно не получилось вы можете выйти из игры да и загрузиться откуда начинали давайте начнем допустим начать сразу вот здесь нажимаем f1 у вас сразу раскладка кнопок да вот какие за что-то отвечает значит левая кнопка мыши поднять правой опустить колесик это сгладить нажимаем и удерживаем две кнопки одновременно левой правой мыши да это выравнивать сейчас все покажу кстати на клавиатуре стрелочки справа до от пробела левого права это вот менять радиус площади поменьше побольше допустим поднимаете вы до нажимаем левую кнопку мыши вы поднимаете таким образом правой кнопкой мыши опускаете допустим вы хотите выровнять площадку допустим мы подняли да вот сейчас поднимаем поднимаем и вам нужно вот сделали как-то убрать обратно можно просто нажать две левой кнопки мыши вот рядом держим две левой кнопки мыши нажимаем и мы просто вот так вот срезали до срезали выровняли здесь тоже самое удержим две левой кнопки ой две кнопки левую правую и тем самым выровняли но опять же все равно вот после этого надо вот эти углы сгладить можно увеличить правую кнопку ой центральную кнопочку до колесик нажимаем и удерживаем все вот так мы сглаживаем убираем неровности допустим допустим вы хотите что-то поставить к примеру какой-нибудь ну давайте подождите так допустим какой-нибудь у коровье пастбище вы хотите поставить к примеру вот сюда вот да но у вас видите лучше вот здесь очень сильно неровно лучше всегда выравнивать ребята выравнивать площадку потому что после установки объекта игра вам может так выровнять площадку что вам это не понравится ну к примеру допустим вот так вы поставили видите что происходит у вас просто сильно задрано сильно задрано лучше иногда просто берете перед тем как что-то ставить можно заранее выровнять удерживаем две кнопки левую правую и выравниваем вот этим образом также это все можно сгладить нажимаем колесик все это можно сгладить дольше удерживайте он прямо выравнивает видно прямо вот смотрите видите да как сравнивает он об все он уравнялся все более или менее здесь в принципе тоже это можно исправить но опять же лучше сохранитесь перед тем как что-то ставить потому что если вы вдруг поставить так что у вас вот здесь все испортится там вот это вот залезет куда-то на другой объект и уже там не получится может быть исправить вот как здесь допустим исправить можно в принципе можно также две кнопочки зажимаем на мыши левую правую да и вот по этой площади вот по этой выравниваем просто ведем сюда добавляем к примеру да вот так поставили что здесь места больше нету раз все более или менее вы тут выровняли добавили где надо вот это все можно в принципе тоже можно даже допустим взять вот так вот смотрите чтобы такого сильного подъема не было здесь можно допустим рядышком прямо так вот поднять чуть поменьше сделать можно вот так вот да здесь вот так добавить чтобы не такой допустим сильный порог у вас тут был к примеру примеру вот потом можно так вот ступеньками можно в конце в итоге сгладить но вы должны учитывать это все будет влиять на вашу казну то есть это все денег стоит прежде чем что-то в с ландшафтом работать убедитесь что у вас хватает денег что посмотрите на справа вода бюджет уходит бюджет просто уходит можно выровнять можно чуть больше выровнять опять же я просто показываю способ как это можно все убрать сгладить поднять или опустить ну к примеру вот так вот да более-менее тут вы тут убрали если у вас вот так вот именно вот так у вас получилось может быть лучше вообще выбирать более относительно ровную площадку изначально чтобы она была ровная чтобы с ландшафтом не работать много потому что это будет съедать вашу казну еще раз левую кнопку поднять правой кнопка опускать удерживать да если две кнопки зажатые мы выравниваем выравниваем допустим вы хотите выровнять вот по этой полой площадке вот по этой на этом уровне как дорога в эту сторону в правую значит начинаем именно отсюда здесь удерживаем уже две кнопки и вот отсюда ведем и выравниваем по именно по этой площади поняли да если вам нужно допустим сравнять вот именно по этой высоте если вам вдруг нужно вот на этом уровне все сравнять удерживаем и все и ведете как говорится все вот так вот выравниваете или расширить площадь влево ведете добавляете также убавить левый поднимаем правый опускать если вдруг что-то просто иногда проще убрать именно вот с выравниваем вот так вот раз так проще быстрее на кнопку x получается мы уже можем ставить текстурку накладывать вот когда справа получается у вас появляется квадратик это именно как раз вот накладывать текстурку можно на букву c ну или с русскую лице английскую круг квадрат это чтобы накладывать на вот тут либо вот так вот так же можете менять радиус на тап на тап мы меняем саму текстурку ну допустим нам нужно дорогу проложить вы выбираем землю к примеру да и допустим мы хотим проложить землю дорогу вот допустим отсюда да просто ведем вот так вот а по сюда вот все на каждой карте текстуры прописаны по-разному то здесь зависит уже от автора карты он может по-разному текстуры прописывать допустим вот я траву сейчас выбрал допустим вы хотите травы добавить до рядом с дорогой вот траву накладываем примеру да вот так лучше здесь тоже самое пример у вас травы наложили все дорога можете любую которым нужно здесь есть также носили ягодные прописаны кусты вот так вот она выглядит это кусты оказывается можно вот допустим кусты на на других картах я не видел у авторов именно такой текстурки чтоб накладывал кусты обычно просто земля щебень какой-нибудь асфальт что-то типа такого но обычные самые такие стандартные текстурки здесь вот автор прописал кусты можно накладывать чем больше площадь тем соответственно больше кусты будут площадь просто но видите да кустарник такой поначалу вообще кто начинает играть не советую вообще ставить много модов потому что они конфликтуют во первых также между собой ну и во первых они не нужны вам потому что вам нужно сначала разобраться с игрой потому что в игре изначально все есть куча тракторов которые по штатные идут уже от разработчиков тут много всего тут много просто моды нужны уже когда вы действительно поиграли со всем этим уже наигрались тогда вот хорошо моды для разнообразия но когда вы только знакомитесь игрой я не советую вам вообще моды туда пихать тут потому что многое что есть уже от разработчиков уже многое что есть от разработчиков так ну это у меня тут просто сейчас уже добавлено много чего а так в принципе многое уже добавлено от разработчиков самое главное мне не сохранить вот это все выйти это все останется в общем я надеюсь я вам объяснил как работать именно с ландшафтом как сглаживать как убирать если вы что-то большое поставили вдруг ну допустим там ой не то сейчас на c к примеру что-то большой такой нагородили я не знаю там очень сильная пример да там что-то вот настроили что-то типа вот такого ребята но и как это все выровнять ну тот же способ как я вам и показывал либо вы можете вообще площадку всю выровнять да и на нее заезд сделать вот либо пытаться именно вот таким способом убирать с помощью выравнивания потом сглаживать к примеру вот на этом уровне что-то убрать срезать да потом чуть чуть подняли вот так вот на этом уровне убрали примеру да здесь допустим чуть-чуть подняли вот так вот добавили и потом только сглаживать потому что ну такое цивы такого настроили это сложно будет уже выровнять либо площадку такую делаете из нее делать съезд поэтому я и говорю еще раз прежде чем что-то делать с ландшафтом что-то какой-то объект ставить сначала сохраняете игру вот здесь вот сохраняете игру и потом только делаете автосохранение выключайте чтобы случай не того поворота вы могли просто выйти из игры и начать заново с того места откуда сохранились как то так на этом все всем кто смотрел спасибо всем удачи всем пока